МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я знаю, что каждый зависимый человек нуждается в выходе, и он хочет выйти, но не знает, как. Городская акция «Скажи здоровью, да». Многие страны имеют такое же самое наследие, но не все показывают, как решают свои проблемы. С бывшей базы ВМФ вывозят отработанное ядерное топливо. А теперь об этих и других событиях подробнее. В военной академии войсковой ПВО состоялся 25-й выпуск офицеров. Церемония традиционно прошла на площади Ленина. В текущем году в военном ВУЗе завершили обучение более 300 человек. Среди них 63 лейтенанта и 95 прапорщиков, а также слушатели и адъюнкты. Командование войсковой ПВО высоко оценивает уровень подготовки выпускников военной академии. В Смоленске прошла спартакиада органов исполнительной власти. Сотрудники администрации области состязались в различных видах спорта, демонстрируя не только личную силу и ловкость, но и командную сплочённость. Кроме того, участники спартакиады сдавали нормы ГТО. В соревнованиях приняли участие 25 команд. 27 июня в администрации Десногорска прошло плановое оперативное совещание руководителей комитетов и муниципальных предприятий города. Подробности далее. В совещании провёл заместитель главы по социальным вопросам Александр Новиков. Он отметил, что чемпионат ЦФО по рубке шашкой козерла прошёл в минувшие выходные на высоком уровне. Десногорс занял второе место по итогам ежегодного муниципального конкурса среди муниципальных образований Смоленской области по предупреждению пожаров и уменьшению их последствий в жилищном фонде. Коммунальные службы работают в штатном режиме. Город продолжает готовиться к зимнему отопительному сезону. Культурные и спортивные учреждения города работают с детскими оздоровительными лагерями. Летняя оздоровительная кампания набирает обороты. Завершён набор на вторую смену. 28-го числа в 2 часа мы начинаем работать в межведомственной комиссии по приёмке лагерей на вторую школу. В июле месяце у нас будут работать и школьные лагеря на базе школы номер 1, и школы номер 2 и дома детского творчества. В школах прошли выпускные вечера, и 29 июня в городском центре досуга состоится торжественная церемония вручения аттестатов. Блок криминальных новостей в Смоленске преступника поймали по паспорту, который он потерял. Возле одного из домов на улице Кирова неизвестный сорвал с девушки золотую цепочку и скрылся во дворах. Идя по следу беглеца, оперативники нашли на земле паспорт. По фотографии в документе пострадавшая уверенно опознала грабителя, после чего злоумышленника быстро задержали. Любителю чужих ювелирных украшений грозит срок до 4 лет лишения свободы. В Рославле увековечили память о милиционере, герои которой погиб при исполнении служебного долга. На здании ОМВД появилась мемориальная доска старшему лейтенанту Виталию Скабину, погибшему 10 сентября 1989 года. Тогда в дежурную часть поступило сообщение о том, что в райцентре выстрелом из ружья ранен местный житель. Милиционеры прибыли на место и окружили дом. Виталий Иванович был застрелен преступником во время проведения переговоров. В 4-й школе Десногорска в торжественной обстановке чествовали выпускников 2017 года. Подробности в нашем сюжете. В этом году стены школы покинут более 50 выпускников 11-х классов. На волнительном мероприятии прощания со школы ребят наградили за их труды, таланты, достижения и творчество. Грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации за особые успехи в изучении отдельных предметов получили 14 выпускников. Администрация школы чествовала 11-ти классников и в различных номинациях. Грамоты получили интеллектуалы, победители и призеры муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Юные спортсмены, 4 выпускника удостоены золотых значков ГТО. Похвальные грамоты школы вручены и тем ребятам, которые на протяжении всех школьных лет проявляли свои таланты в различных конкурсах, состязаниях, олимпиадах. Этот выпуск был замечательным. У нас в будущем 4 медалиста. Сегодня мы уже узнали, что у нас ученица Орлова Елизавета набрала 100 баллов по русскому языку. И таких достижений у нас очень много. Мы очень гордимся нашими выпускниками. Они все стали нам родными, близкими. Мы, конечно же, будем очень по ним скучать. Кроме того, награждены победители Всероссийского конкурса «Отечество мое православное» и участники Всероссийского конкурса по истории «Пегас». В рамках тесного сотрудничества с Десногорским энергетическим колледжем выпускникам 4 школы вручены свидетельства о профессиональной подготовке по специальности «Лаборант химического анализа». Благодарственными письмами школы за активную помощь награждены и некоторые родители выпускников. Остается добавить, что в этом году выпустили своих птенцов во взрослую жизнь классные руководители Лариса Ашгибисова и Валентина Шекина, которые по-настоящему о них заботились, были к ним внимательны и желали только успехов и добра. Закончился праздник для выпускников прощальным вальсом в школьном дворе. Лето. Пора ремонтов и приведения микрорайонов. Десногорска в порядок. Не так давно по инициативе главы муниципалитета Андрея Шубина и директора Смоленской АЭС Павла Лубенского появился проект благоустройства территории во втором микрорайоне. И сейчас он вынесен на обсуждение горожан. Уважаемые десногорцы, не оставайтесь в стороне и направляйте свои предложения по телефону 3-15-03 или на адрес электронной почты, который вы видите на своих экранах. 27 июня пять новых «Газелей» отправились в образовательные учреждения области. Два автомобиля в Дорогобужскую и Шумяческую школы, еще три – в интернаты Новодугино, Смоленска и Гагаринского района. 26 июня мировое сообщество отметило Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Эта дата была учреждена в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей решимости усилить действия и сотрудничество для создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиков. Для привлечения детей и молодежи к здоровому образу жизни у нас в городе в этот день на открытой городской эстраде прошло мероприятие, о котором мы расскажем в нашем следующем сюжете. Уже шестой год подряд в день борьбы с наркоманией в Десногорск приехали представители автономной некоммерческой организации «Центр поддержки людей», находящихся в трудной жизненной ситуации «Любовь». Вместе с волонтерами молодежного центра они провели городскую акцию «Скажи здоровью да». Зрителям и прохожим они раздавали буклеты и листовки с призывами ввести здоровый образ жизни и с информацией о вреде наркомании, курении и о методах борьбы с ними. У нас есть амбулаторное и стационарное прохождение реабилитации. Если кто-то нуждается в этом, мы можем помочь. У нас есть контактные телефоны, обращайтесь, пожалуйста. Я тот человек, который прошел это, и я знаю, что каждый зависимый человек нуждается в выходе, и он хочет выйти, но не знает как. Вот есть выход, и мы можем помочь, мы знаем, как выводить людей из этого. Удивительным и неожиданным стал концерт, подготовленный творческими коллективами из города Брянска. Музыкальный коллектив «Сандали», танцевальный коллектив «Брокен Паркет», рэп-исполнители группы «Сент Нейшн», показательные выступления спортивного клуба «Боец». Почти все артисты, выступившие в этот вечер на сцене, ранее были зависимыми от наркотиков. Однажды я не смог сказать «нет» своему другу, своему близкому человеку, который предложил мне наркотики. 12 лет ада, и знаете, я думал, что однажды я встану и не буду употреблять наркотики. Но год за годом шли, и все хуже и хуже. Попал в тюрьму, и думал, в тюрьме уже я принял решение, что после освобождения я перестану употреблять наркотики. Но через две недели мои решения и обещания лопнули. И обратно стал употреблять наркотики. «Я чуть не умер, перетезировка была. И знаете, это чудо, что я сейчас здесь на сцене, благодаря людям, которым я был, не безразличен. Это оно, центр любови». Дата 26 июня нам еще раз напоминает о том, что нужно всемирно объединяться в борьбе с наркоманией. «Для сохранения здоровья и личности каждого здорового человека. И оказания понимания и помощи больному. Не только наркополицейские, таможенники и пограничники. Каждый из нас должен внести свой вклад в дело борьбы с наркотиками». 24 июня специалисты Россельхознадзора приостановили ввоз на территорию России 20 тонн сливочного масла с массовой долей жира 82,5%. Продукция следовала в столицу. Однако в грузовом отсеке перевозился товар, не заявленный в предоставленном удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. В этой связи было принято решение вернуть партию отправителю. А сейчас новости Росатома. Корпорация приступила к ликвидации крупнейшей в Европе свалки радиоактивных отходов. Более 10 лет на одной из бывших баз ВМФ в Мурманской области создавалась надежная и безопасная технологическая цепочка, позволявшая собирать, упаковывать и отправлять на переработку радиоактивные отходы, накопившиеся за годы Холодной войны. Заполярный круг. Губа Андреева. Бывшая секретная береговая техническая база ВМФ. Десятилетиями здесь складировали отработавшее ядерное топливо с подводных лодок. Сегодня госкорпорация Росатом начинает генеральную уборку этой территории. Подготовка к ней шла более 16 лет. Самая большая сложность, на которую ушло так много времени, заключалась в том, что нужно было разработать все необходимые решения по извлечению этих сборок отработавшего топлива, потому что в том виде, в котором они там хранятся, конечно, это сверхзадача. Вот фотография одного из бассейнов-выдержки, в котором хранились тепловыделяющие сборки после того, как его осушили. А вот видеокадры, на которых видно, что часть сборок просто лежат под открытым небом. Поражает и количество накопленных в губе Андреева радиоактивных отходов. На объекте размещается сейчас 1300 кубических метров жидких радиоактивных отходов и порядка 21 тысячи отработавших тепловыделяющих сборок топлива. Все это несло потенциальную опасность для жителей не только Крайнего Севера России, но и ряда западноевропейских стран. А поэтому и решать эту проблему взялись всем миром. При поддержке иностранных государств и Банка реконструкции и развития специалисты Росатома создали на территории бывшей военной базы современную инфраструктуру, обеспечивающую безопасное обращение с отработавшим ядерным топливом. Были разработаны уникальные технические решения и изготовлена специальная оборудованная техника. Приобретенный российскими атомщиками опыт в процессе реализации этого невиданного по масштабам и сложности проекта теперь может пригодиться и другим странам мира. Россия может показать миру, какие стандарты принимаются, может поделиться своим опытом. Многие страны имеют такое же самое наследие, но не все показывают, как решают свои проблемы. Сегодня в губе Андреева начинается практическая фаза ликвидации наследия Холодной войны. Первая партия специальных контейнеров с отработавшим ядерным топливом отправляется на переработку. Вывоз всех отходов и реабилитацию загрязненной территории планируется осуществить до 2025 года. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин